Здарова! Я Сергей Рат, а ты на канале Живаем от Кредитов. Сегодня третье видео из цикла о том, как судебные приставы описывают имущество. В прошлых видео мы разбирали, кто и зачем у тебя может описать имущество, потом, какое имущество и где у тебя могут описать. Сейчас будем разбирать, как и когда. То есть разберем подробную хронологию, как все это происходит. И сколько у тебя времени есть для того, чтобы решить эти вопросы. Итак, ты вышел в просрочку, соответственно, боишься, что банк подаст в суд. Соответственно, до достижения 90 дней просрочки, как правило, банки в суд не подают. И все судебные моменты начинаются после 90 дней. Короче, как минимум 90 дней просрочки у тебя запас еще есть. Дальше что происходит? Дальше две ситуации. Банк может обратиться в мировой суд, получить судебный приказ. Соответственно, это происходит очень быстро, буквально за несколько дней. И ты об этом практически и не узнаешь. И второй вариант. Банк подал иск в гражданский суд общей юрисдикции. Как правило, первое заседание начинается примерно через 30 дней. То есть добавляя еще 30 дней к этому сроку. А что касается судебного приказа, он так же, как легко получается, так же он легко и отменяется. Короче, ты можешь отменить судебный приказ. Ты можешь отменить очное или заочное решение суда. Ты можешь оспорить сумму, снизив неустойку, используя 333 статью гражданского кодекса. Об этом, обо всем были уже видео. Я ссылки снизу положил. Итак, у нас 90 дней просрочки. Потом 30 дней с момента подачи иска до первого заседания. Это с учетом того, что банк подал через 90 дней. Но некоторые банки подают суд там через год. Некоторые там через полгода. Поэтому мы сейчас будем рассматривать минимальные сроки. 90 дней плюс 30 дней до первого заседания. Если ты на это первое заседание не явился, принимается решение суда в твое отсутствие, которое ты можешь, соответственно, потом обжаловать или отменить. Если ты не пришел и не обжаловал его, оно вступает в законную силу через 30 дней. Еще 30 дней. Дальше потом получается исполнительный лист. Ну, примерно в течение 10 дней. Дальше банк должен этот исполнительный лист принести к судебному приставу. Иногда на это уходит пару дней. Иногда банки несут исполнительные листы месяцами. Иногда исполнительные листы вообще не приносят в судебном приставе. Дальше, когда исполнительный лист оказался у судебного пристава, тебе дается 5-дневный добровольный срок для исполнения обязательств. Если ты его не выполнил, соответственно, начинается розыск имущества. Но какой розыск имущества? Это не федеральный розыск, это исполнительный розыск имущества. То есть, разыскиваются твои счета в банках, разыскивается твое имущество, зарегистрировано в ГИБДД, в Росреестре, разыскивается твое место работы. Дальше что происходит? Если у тебя нашли какие-то деньги на счетах, списали, если этого недостаточно, арестовали, например, твой автомобиль. Дальше нашли твое место работы и начинают удерживать по твоему месту работы. И если начинают удерживать, то, как правило, никто тебе в квартиру для того, чтобы описать имущество, не придет. Ну а если все-таки не удержали, если мы приплюсуем 90 дней, 30 дней на первое заседание, 30 дней на вступление в законную силу, 10 дней исполнительный лист, 5 дней исполнительный лист приставом, добровольный срок исполнения 5 дней, и еще розыск имущества примерно 60 дней, получим примерно 230 дней. То есть примерно 7,5 месяцев у тебя есть для того, чтобы решить свои вопросы со дня просрочки. А о том, как решать эти вопросы, мы разберем в четвертом и в пятом видео. Но помни, что если все-таки банк получит судебный приказ, то может это произойти буквально за две недели. Но судебный приказ легко отменить. Итак, если все-таки все прошло, все суды прошли, исполнительное производство началось, у тебя ничего не удержали, тогда к тебе могут приехать судебные приставы. Как это происходит? Ну, как это происходит? Собрались, сели в служебную газельку и приехали к тебе. Обычно часиков в 6 утра они приезжают для того, чтобы застать тебя дома. Потому что в обед ты можешь быть на работе, вечером тебя еще может не быть, а в 6 утра, как правило, все должники находятся дома. Поэтому, если тебе позвонили в домофон в 6 утра, подумай, отвечать на него или нет. Если все-таки ты ответил, запустил судебных приставов, они зашли, зашли с понятыми, переписали имущество, передали тебе на ответственное хранение, ты подписал, они собрались и уехали. И даже если это произошло, у тебя все равно есть варианты, как все это исправить. И в следующих, четвертом и пятом видео мы об этом поговорим. Лайк, если было полезно, обязательная подписка на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Снизу находится канал в Телеграме. Дизлайк, если прогнал я какую-то чушь. В комментариях напиши о том, как к тебе приезжали судебные приставы. Ну и напоследок скажу тебе, что все у тебя получится и выход всегда есть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok